Воронеж 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 Возрывалась, убивала, люди не хотели уезжать. И вопрос. Ведь Теткина всегда стоит на границе с Украиной. К нападению на Украину Путин готовился больше 10 лет. Крым, Донбасс. А где ПВО? И на людей посыпалось с неба сверху. А где ПВО? А в них все летит. Так где ПВО-то? Это же та территория, которая в первую очередь должна была оказаться под защитой много лет тому назад. Потом на смену Теткина в сводке прочно пришел Белгород. И начались бомбежки Белгорода. И тот же самый вопрос. А где ПВО? Но это приграничная территория. Вот там где-то рубежи, враг, НАТО, нападение на мирно спящий Советский Союз, на нынешнюю его версию России. Где ПВО? И местное население заметалось, начались проблемы и апелляции к власти. Но ни в коем случае не выше губернатора. Потому что губернатор во всем виноват. Не выкопал достаточного количества бомбоубежищ. Не всем бабушкам раздал огнетушители. Ну, потом наконец-то раздал, слава богу. И ни в коем случае не встает вопрос. А почему война? А с какой стати? А как так получилось? Недалеко от Белгорода есть очень страшный музей. Это Ратное поле. Та самая знаменитая Прохоровка. И там комплекс из трех музеев. Там есть непосредственно музей, очень хорошая, качественная экспозиция Прохоровской битвы. Там есть музей истории танка. И там есть музей народного единения. На самом деле это музей народного горя. Это музей, что такое война, и когда она приходит на твою территорию, каким горем это оказывается для любого человека. К этому музею достаточно лет. Не сейчас построен. И там очень честная экспозиция. Она по всем трем честная. Вот эти три площадки, вот эти три музея с экспонатами. Потому что, например, музей по Прохоровке, по битве танковой доказывает, что никакого танкового сражения под Прохоровкой не было. Весь музей доказывает, что это миф, это сказка. Не было никакого танкового сражения под Прохоровкой. Это очень достоверный, очень качественный исторический материал. Очень доказательный. А музей народного горя, он еще страшнее. Потому что он показывает, каково простым людям. Когда власть решает, что мир надо бы поделить, здесь ваше, а теперь будет наше. И давайте-ка мы устроим передел этого мира. И давайте мы расплатимся этими людьми за войну. Это музей общего горя. Один из самых сильных музеев в нашей стране, посвященный Отечественной войне. Это маленькая экспозиция. Это Прохоровка, недалеко от Белгорода. И вот эта вот инсталляция. Мама с дочкой, городские жители в деревне в эвакуации. Трактор «Сталинец». И вагон с историями людей, которые едут в эвакуацию. Очень грамотная, очень правильная нота. Потому что страшно. И музей народного горя о том, как люди поехали в эвакуацию. Как они приехали в никуда после более-менее обустроенной городской жизни. Как они жили в бараках, как они в чистом поле разворачивали производство. Как они ехали в тыл под бомбежками, и не все доехали. И там собраны материалы и документы о том, как эти поезда погибали вместе с людьми. И там свидетельства очевидцев, зачитанные вслух из писем, из мемуаров. О том, как ехали, о том, как спасались. О том, как повезло, потому что в соседний вагон прилетело, и там погибли все. Но машинист вовремя отцепил вагоны, и часть из них удалось увезти все-таки в тыл. И в Белгороде понимание войны, ужасов войны, во всей Белгородской области, оно на самом деле никуда не уходило. Как война закончилась в 1945-м, так по 2022-й присутствие войны и оставалось. Как недосказанная тема, как очень страшная, тем более визуализированная, прекрасно поданная, очень честная экспозиция этих самых музеев. И в Белгород, да, враги стреляют, прилетают постоянно, мирные люди погибают. И вот Вашингтон-Пост публикует материал о том, что за год 38 раз Белгород получал свою собственную российскую авиабомбу. Это называется «незапланированный сход». Авиабомбы старые, они же вообще-то должны были на складе лежать. Ну, поехали на эту войну. И несмотря на то, что была попытка установить на самолет систему управления, контроля, планирования этих авиабомб, незапланированный сход продолжался и убивал людей. Он попадал в дома непосредственно в Белгороде. Эти бомбы прилетали по всей Белгородчине. И люди по-прежнему апеллировали к товарищу Сталину? Нет, конечно. Не к Путину, а только к своему губернатору. Это ведь губернатор виноват, что бомбы прилетают? Это ведь губернатор зонтики не раскрыл над каждым жителем этой области. И вот после этого доклада становится понятно, в каком положении, в каком качестве, в каком состоянии, ну, в принципе, вся российская армия. И когда обязательно, сейчас уже в последнее время возникает риторика о неизбежной ядерной бомбардировке, когда Великий Советский Союз наконец-то начнет уже всерьез, как говорил Путин, а мы всерьез и не начинали, а вот теперь начнет, конечно же, и обязательно ядерной своей дубиной, которой все боялись, воспользуется, так вот она такая же. Вот эти авиабомбы, они очень показательные. 38 раз попасть по своим? Случайно. Ну, просто летели, хотели убить украинцев, а убили своих, белгородцев. В таком состоянии находится вся армия, весь арсенал, все ракетное оружие. И когда Путин пытается нажать красную кнопку, обещает, что вот-вот это сделает, потому что уже хватит за эти линии заходить, уже они все стерты. И, конечно, тактический ядерный удар. Чем? Какой? Где? Откуда? Это Искандеры? Или это вот то, что осталось у Советского Союза, хранилось надлежащим образом, а теперь на примере авиабомб показало, насколько оно недееспособное? Поэтому ядерный удар Путин в первую очередь нанесет по себе. Понятно, что ему абсолютно безразлична ситуация и жизни людей в его стране. Ну, подумаешь, Теткина каждый день под обстрелом, два с половиной года. Ну, подумаешь, Белгородчина не просто под обстрелом, а еще под уничтожением своей российской армии. Это проблема губернаторская, отнюдь не путинская. Это не проблема страны. Если в Белгородчине не останется никого в живых, ну, значит, это всего-навсего потеря войны. Это вот такой вынужденный вариант, когда за мир во всем мире приходится бороться, принося великий русский народ в жертву. Да нет, как и полагается. Как говорил писатель Виктор Астафьев, когда Сталин всю страну потратил на эту войну, и Путин совершенно спокойно потратит всю страну, начав с Белгородчины и, конечно же, с Курской области, потратит он на эту войну. Но вот после этих 38 незапланированных сходов авиабомб, после этого доклада, после утечки этой секретной информации, которая утекла на Запад, опубликована, и, конечно, не вызывает никакого резонанса в России. Дальше что будет? Дальше выздоровеют все авиабомбы и не будет запланированного схода? Незапланированного. Конечно же, будет. А еще будет точная, очень качественная, хорошо продуманная бомбардировка. Потому что одно дело, когда упал непонятно куда, а другое дело, когда на Белгородчине есть музей народного горя, народного единения. Правдивый, слишком честный, слишком страшный, рассказывающий и показывающий то, что на сегодняшний день рассказывать и показывать уже нельзя. Поэтому 38 раз было случайно, и один раз будет умышленно. Потому что этот музей, тот самый, на Ратном поле, Прохоровском, обязательно надо будет Путину, конечно же, уничтожить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok